Иммигрантам, попавшим в США из Мексики, все чаще назначают интервью на убежище и не отправляют в суд. А что делать, если получил отказ? Протесты в Грузии. Могут ли активисты, не согласные с пророссийским курсом, получить легальный статус США? Иностранные студенты теперь могут быстро получить разрешение на работу, а также в каких случаях после подачи на воссоединение с семьей иммигрант может въехать в Америку и какие сейчас сроки рассмотрения подобных дел. Досмотрите это видео до конца. Всем привет! Я Денис Чередов. Вы смотрите рубрику «Надо валить» на YouTube-канале Берон. Тем и вопросов, как обычно, много, поэтому не тратьте время зря. Пожалуйста, сразу же поставьте лайк этому видео и обязательно дождитесь ответа на свой вопрос. Также задать вопросы вы можете в ленте комментариев к этому видео. Ну а мы начинаем. Детей иммигрантов могут посадить в тюрьму. Примерно с таким заголовком вышла статья в газете New York Times. В преддверии окончания действия программы раздел 42, который позволяет пограничным службам быстро разворачивать иммигрантов на границе, администрация Джоу Байдена предлагает вернуться к практике содержания под стражей семей иммигрантов, которые незаконно оказались в Штатах. Журналисты отмечают, что Байден значительно ослабил жесткую политику Трампа, заменил, например, содержание под стражей на так называемые браслеты или отслеживание мобильных телефонов и другие методы контроля за перемещением семей нелегалов. Напомню, что срок действия раздела 42 истекает 11 мая. Ну и вполне вероятно, что американские власти готовятся к новой массовой волне иммигрантов без документов. Статистика соискателей убежища в прошлом году побила десятилетние рекорды. Мы уже рассказывали, что сейчас в иммиграционных судах рассматривается более двух миллионов дел. Напомню, что на данный момент семьи, прибывшие на границу США из Мексики, не задерживаются, а получают распоряжение явиться в иммиграционный суд. Но вот в Техасе на сегодняшний день, например, имеется два таких центра, которые могут вместить около 3000 человек. Сейчас там содержатся подростки, которые незаконно оказались в Штатах. Ну а в редакцию бюро обратилась семья Крючковых из России. Иммигранты попали в Штаты в начале этого года по, можно сказать, классической схеме. Так как визу в Америку россиянам сегодня получить очень сложно, многие приезжают в Мексику, а уже оттуда разными способами попадают в США. Прямо сейчас к нам присоединяется Аля Крючкова из Нью-Йорка. Она же расскажет, с какими проблемами ей пришлось столкнуться здесь, уже в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке. Также сегодня на все вопросы ваши и мои будет отвечать миграционный адвокат Игорь Волошин. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо огромное, что сегодня присоединились к нашему эфиру. Аля, начнем с вас. Расскажите коротко вашу историю. Как вы оказались в Америке? Ну, мы, соответственно, да, как вы сказали, через Мексику попали. Попали через речку. То есть мы переходили с детьми в Сьюд-Хуаресе. Вот. Через речку, в забор, образно говоря. Потому что СБП-1 на тот момент работала плохо. Дату было не поймать. Нас было семь человек. И для семерых это вообще крайне сложно. А жизнь в Мексике все-таки дорогое удовольствие. Да, дорогое. Ну и, конечно же, мы говорим о всплеске преступлений, которые происходят. Вот как раз на этой неделе двое американцев там были убиты. Еще двое все-таки спасены и сейчас находятся в Штатах. Аля, то есть вы не смогли воспользоваться этим мобильным приложением и решили все-таки проходить вот таким образом через забор, да, я так понимаю? Да, да. Нам пришлось перебежать трассу, вот, пролезть под забором, перебежать речку и оказаться на территории США. Сразу на территории США что произошло? То есть расскажите, к вам сразу же подошли пограничники. Какие документы вы получили? Мы, когда перебежали, мы увидели сразу, что стоит машина миграционная. Мы к ней подошли, сказали нужные слова. Они сказали, ждите, встаньте около машины, ждите, сейчас за вами приедут. Там потом еще люди подходили, уже латиносы. Ну, соответственно, потом у нас подъехали, они довольно-таки мило с нами пообщались, спросили, как бы, в чем дело. Очень много вопросов, понятно, про Россию, про Путина, про войну с Украиной. И далее нам сказали, что сейчас не переживайте, с вами теперь все в порядке, мы сейчас вас погрузим в машину и повезем оформляться. Ну, соответственно, мы даже недолго ждали, из 15 нас всех забрали и повезли на оформление. А я знаю, что вы все-таки попали в тюрьму, но очень быстро вас отпустили, да? Это бордер, да. То есть, соответственно, нас сначала произведем в один бордер, там тебя оформляют, берут отпечатки, фотографируют, забирают все вещи, кроме тех, что ты можешь в файл А4 положить. Даже шнурки там срезают. Потом сажают в машину, когда всех оформят, и везут уже в бордер, где тебя снова оформляют, еще раз проверяют, чтобы ты ничего не пронес, чтобы с тебя там срезают, если что-то не срезали с прошлого бордера, там, шнурки от кофты и так далее. И уже выдают свою одежду, вот, разрешают принять душ и отправляют в большую камеру на много человек, где, соответственно, все сидят. Мужчины сидят отдельно, женщины с детьми сидят отдельно. Мы там сидели полутора суток. А, и потом вас выпустили, да? Да, потом нас выпустили, оформили и повезли уже в шелтер, какой-то там тоже недалеко от Техаса, где, соответственно, нам предложили, если нужно, нам купят билеты в тот штат к поручителю, да, куда мы летим. Если нет, то могут вызвать такси до отеля, либо можно остаться в шелтере. Но в шелтере мест, так как очень много, соответственно, латиносов, они все остаются в основном, нам сразу сказали, что мест мало, желательно, чтобы вы все-таки поехали в отель. Нам помогли вызвать такси за наши наличные деньги, накормили, дали зарядить телефоны. Вот, перед этим, соответственно, вернули, точнее, дали форму G56, не вернули паспорта, не вернули права. Вот, и дали телефон на то, чтобы каждый день отмечаться. Так, а до Нью-Йорка вы добрались, вам тоже купили билеты или вы самостоятельно? Мы сами самостоятельно, то есть мы сами добирались до Техаса, там остались на ночь, и с утра, ну, уже там купили билеты до, получается, с пересадкой в Лос-Анджелесе до Нью-Йорка. Аль, я знаю, что вот сейчас с вашими документами у вас возникает очень много вопросов и проблем, вот как раз поэтому я сегодня и пригласил вас в эфир, чтобы вы поделились своей ситуацией и смогли задать, есть уникальная возможность, профессиональному эмиграционному адвокату Игорю Волошиным. Игорь вас сейчас слышит, пожалуйста, можете задать ему конкретные вопросы по вашей ситуации. Да, Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Есть такая ситуация, что когда мы, соответственно, выходили из Бордера, нам дали эту форму G56, про которую никто ничего не знает, и написано, что она вместо Ай-94 дается также на год пароль нашего пребывания в США. Да, у нас сейчас была первая встреча с офицером, они нам сказали следующее, что у вас, мы спросили, когда будет суд, потому что вот этот АНБ мы вводим, и наше дело не находят. Они сказали, что вас не будет суда, у вас будет интервью, это новая программа, под которую вы попали, вы должны ждать письмо об этом интервью. И, соответственно, сказали, что, ну, то есть не сказали, что нужно готовиться, какие документы вообще, нужен ли адвокат или не нужно, если будет проводить Айс-офицер. Можете сказать, пожалуйста. Да, Лен, значит, во-первых, добро пожаловать в Соединенные Штаты. Увы, достаточно такой драматичный ваше прибытие, но хочу вас уверить в том, что всё будет хорошо, и вы сделали правильный выбор. G56 — это форма, которая вас уведомляет о том, что у вас будет назначена. Она работает вместо формы Ай-94, вам дают пароль, но пароль вы получили, я подозреваю, под статьей 212D Американского иммиграционного кодекса в монетарных целях. И она, на самом деле, альтернативная форма пароли. А пароль означает юридический статус, который вам позволяет на территории Америки находиться для осуществления каких-то ваших иммиграционных дел или любой другой льготы, на которую вы будете подавать документы. Эта форма вам даёт возможность здесь находиться, доказывает то, что вы здесь находитесь юридически легально, что вы не нарушаете какой-то вызовой режим. Но так как вы пересекли границу и сдались, вы иностранцы, уже пересёкшие границу, а не те, которые сдались на КПП, поэтому вы не получили стандартную форму Ай-94. Ваша немножко пароль выглядит по-другому. Вас выпустили из детеншена, а не из контрольно-проходного пункта. Значит, интервью, о котором говорил офицер, вероятно, отталкивается от новых имплементаций, новых правил россиян и выходцев из Беларуси, в частности, проводить через CFI. Это называется «Credible Fear Interview». Ещё в быту называют его «Интервью на страх». И вот это «Интервью на страх» будет таким предварительным нюансом, через который вы должны будете пройти и убедить иммиграционного офицера, а значит офицера по политическому убежищу, асайлум офицера, в том, что вы нуждаетесь в защите и что вы ощущаете угрозу вашей жизни, целостности и свободе на основе одной из пяти категорий, которые входят в политическое убежище. А значит, национальность, раса, религия, политическое мнение приписано или высказано или принадлежность к какой-то социальной группе. Интервью, вероятно, будет происходить в штате Нью-Йорке в асайлум офисе, а так как вы, как я понимаю, ваш поручитель и местонахождение находятся в Нью-Йорке. То есть у вас, вероятно, по этому адресу придёт вам письмо, где вас вызовут на этот credible fear interview или интервью на страх. Это такое мини-интервью на политическое убежище, которое проходит досконально по пунктам. Они вас опросят немного о вас, о том, как вы попали на территорию Мексики, что с вами происходило на территории Российской Федерации, чего вы боитесь, по какой причине вы ощущаете угрозу. И потом они сделают вывод. Такой некий иней-анализ вашей ситуации и они при решении ваша угроза вашей жизни, ценности и свободы всё-таки связана с одной из этих пяти категорий. Если их выводы будут, что да, вы квалифицируете на политическое убежище, потому что ваша угроза попадает в одну из этих пяти категорий, и ваш возврат на территорию Российской Федерации предоставляет угрозу вам, и также будет принято решение о том, что вам верят, то есть у вас был, как говорится, credible interview, то есть вы человек, которому можно поверить. Тогда будет сделан вывод того, что вы квалифицируете на дальнейшее рассмотрение и вам выдадут форму Ай-862, а значит уведомление явиться. Это первый документ, который инициируется в иммиграционном и депрессионном процессе для явления в суд. То есть в отличие от тех людей, которые приходят через КПП и которым выдают вот эту форму прямо на границе, у вас будет предварительное интервью. Если все-таки офицер, который будет интервью проводить, сделает вывод и конкретно решит, что вы не квалифицируете на одобрение интервью на страх, тогда будет вынесено решение о том, что вы не квалифицируете на него и будет вам выдана возможность обжаловать это решение тоже у иммиграционного судей. Ну, конечно, это результат не настолько уже позитивный, потому что какие-то будут сделаны выводы о том, или вы квалифицируете на политическое обережье. Теперь могу сказать, что вот буквально вчера я общался с моими коллегами в американской коллегии иммиграционных адвокатов и мы начинаем замечать очень часто, что многие россияне выходцы из России на сегодняшний момент подвергаются таким опять, это происходило много лет, но опять подвергаются таким интервью о страхе и очень многие претендуют на политическое убежище именно на основе отказа принудительной мобилизации, в частности мужчины, и нежелания или отказа быть вынужденным воевать в этой, как они характеризируют несправедливой войне. И мы даже видели некоторые выводы офицеров, которые делают вывод, что люди отказываются воевать, они против мобилизации, но это не является причиной на политическое убежище, так как каждый гражданин страны обязан служить на свою армию, и это конкретно не проявляет политическое мнение. Поэтому, вы знаете, хорошо, что мы общаемся с вами, и даже в эфире вы должны, мой совет вам такой, как говорится, юридически, убедиться в том, что на момент прохождения вашего интервью ваша причина на политическое убежище не будет только выявляться в отказе вашего мужа, скажем, в частности, воевать в этой несправедливой войне или быть мобилизированным. Это может быть один из результатов, один из эффектов вашего политического мнения, но у вас конкретно должно быть еще политическое мнение, которое вы высказывали и которое вы отстаиваете для того, чтобы квалифицировать на политическое убежище по причине политического мнения и чтобы вы могли пройти это первоначальное интервью на страх. По-другому характеризация может быть та, что вы боитесь вернуться, но ваша причина угрозы не входит в одну из категорий, которую предусматривает иммиграционное законодательство Соединенных Штатов о выдаче политического убежища. Ну вот связь, к сожалению, прервалась. Аля еще хотела спросить, а если ее семье будет отказано на интервью, после интервью и результат будет неудачным, куда дело это передается в суд, Игорь, я так понимаю? Да, оно автоматически передастся в суд и у Али и у ее семьи будет возможность обжаловать решение иммиграционного офицера в отказе о предоставлении возможности подать на политубежище по результату, скажем, отрицательного интервью по страху. То есть они смогут обжаловать и уже предстать перед судьей и просить судью изменить решение о дальнейшей возможности им претендовать на политическое обережение. То есть это не финальный результат и у них будет возможность все-таки это обжаловать. А в суде сколько раз такие апелляции можно подавать? Ну сначала в ихнем случае придется доказать суде, что все-таки они прошли этот интервью. У меня вот сейчас есть клиент из одной из западно-африканских стран, который не прошел сначала интервью на CFI, было сделано обжалование с помощью такой НГУ, который мы называем, которая есть католические благодарители организации. Было такое достаточно серьезное объяснение веское, почему он не предоставил всю информацию, почему он не понимал достаточно хорошо переводчика, была психологическая консультация предоставлена и психологический репорт. И Айс сам принял решение в частности отозвать свое предыдущий вывод о неквалификации по интервью по страху, выдал ему квалификацию и он в дальнейшем смог претендовать на политическое убежище. Судья рассматривает вещи намного более детально, там есть возможность развернуть свою историю, не всегда человек может кратко под давлением в детеншене после, скажем, не совсем благоприятных для него событий, перехождения через границу и может предоставить информацию достаточно понятно для офицера и поэтому это не конец истории, это, конечно, желательно избежать, собраться мыслями и все-таки доставить информацию достоверную и кратко и понятно, но если такое происходит, можно, будут дополнительные возможности все-таки это исправить. Спасибо огромное, ну вот тему мексиканской границы хочется завершить еще одной новостью, вот как раз в Мексике на этой неделе был обнаружен грузовик, в прицепе которого находились 343 человека, среди которых более 100 человек были несовершеннолетними, вообще грузовик двигался по маршруту, по которому иммигранты обычно доставляются в США контрабандистами, и вот прицеп был оборудован вентиляторами, а сами люди без документов носили браслеты, которые являются обозначением того, что они клиенты вот контрабандистов, но иммигранты были переданы под наблюдение социальных служб Мексики, и пока не будет определен их статус, они будут там находиться, сейчас ведется следствие, я просто хотел бы предупредить всех русскоязычных жителей, те, кто находятся в Мексике, просто быть осторожными. Ну и продолжаем мы следить за ситуацией в Грузии. Участникам протеста все-таки удалось добиться своей цели. Скандальный законопроект об иноагентах отозван из парламента. Напомню, что именно эта инициатива стала поводом для массовых акций протеста и столкновений с полицией в центре Тбилиси. Статус иностранного агента предлагалось присваивать любым организациям, которые на 20% финансируются и за рубежом. Многие усмотрели в этом калькус российского закона об иноагентах, который последний год используется как инструмент расправы над инакомыслящими. Подобный законопроект в Грузии мог закрыть путь страны в Евросоюз. Чтобы не допустить этого, на улицы грузинской столицы вышли тысячи людей. Кадры, конечно же, которые сейчас вы видите, говорят сами за себя. Впрочем, не исключено, что законопроект через какое-то время попытаются вновь вынести на обсуждение. Но я напомню, что именно Грузия приняла у себя тысячи эмигрантов из России в 2022 году, особенно после объявления мобилизации в России. Возможно, сближение с Москвой может ли говорить о том, что россияне будут теперь пытаться из Грузии переехать в другие страны, ну и, например, конечно же, в США. Конечно, события в Тбилиси заставят и часть самих грузин покинуть страну. И вот могут ли активисты, которые не согласны с такой политикой, рассчитывать на политическое убежище в Америке? Вот об этом хотелось бы спросить Игорь Волошин, иммиграционного адвоката. Игорь, давайте сначала разберем ситуацию с россиянами, которые сейчас находятся в Грузии и которые наверняка захотят, например, приехать в Соединенные Штаты. Есть ли у них основания для получения политического убежища здесь? Однозначно есть. Те события, которые мы видим сегодня в течение прошлых пару дней в Грузии, показывают однозначно, что влияние Кремля достаточно серьезное на территории Грузии. Этот закон, который был предоставлен в парламенте, так и назывался кремлевским законом о признании иноагентов. Даже некоторые члены парламента в оппозиции просто в открытую говорили, что это была инициация и было с помощью Кремля. Мы также знаем высказы представителей партии «Джорджин Дримм», «Грузинская мечта», министерства партии власти, которая критиковала оппозиционеров, стоявшихся возле парламента и говорила, что чего они пытаются добиться. Они пытаются добиться тех же ситуаций и беспредел, которые сегодня происходят на территории Украины, чего они добились отжима Крыма и потери Донбасса. Мы даже видим риторику, которая была использована на территории Российской Федерации в Грузии. Поэтому сегодня для россиян, которые находятся в Грузии, видя все это, они начинают понимать больше и больше, что те слухи и те, скажем, неофициальные разговоры о том, что Зима Ивана Швили и партия, которой он является основатель и куратор до сих пор, и которая сегодня в руководстве страны являются его марионетками, все-таки это сторонники путинского режима. и они будут кооперировать и, вероятно, выдавать оппозиционеров из России обратно Российской Федерации. Сегодня россияну, который на самом деле в душе против нынешних событий и политики Российской Федерации, он не может себя на очень долго чувствовать в безопасности на территории Грузии, потому что Грузия нынешним законодательством, которое, слава богу, я вот от вас услышал, что было отозвано, показало, что они будут принимать сторону Кремля, а не сторону Европы. Символические кадры, которые вы также показывали, Денис, у себя в эфире, женщины, которая стояла с флагом Евросоюза и была снята с ног водяной пушкой, это было просто ужасно, это показывает, что сегодня происходит с демократической взглядами грузин. То есть и для россиян, и для грузин, которые против нынешнего режима и против российской политики, Российской Федерации, сегодня Грузия больше и больше показывает себя как те страна, которая для них безопасна, хотя бы до изменений режима нынешней власти и прихода к власти какой-то другой оппозиционной партии, кроме грузинской мечты. Да, Игорь, спасибо огромное. То есть получается, в отношении граждан грузин, которые готовы сейчас уехать, это и участники например вот этих протестов и те, кто не согласен с политикой Грузии, они здесь, в Америке, могут получить, попробовать получить политическое убежище? Но те люди, которые находятся сегодня на территории Америки и являются, скажем, сторонниками партии национальное движение, партии Михаила Саакашвили, сегодня для них после меньшних событий на территории Грузии еще один раз показало, что им они себя в безопасности на территории Грузии чувствовать не будут, потому что национальное движение в руководстве сначала Михаила Саакашвили, а сегодня естественно его соратников и сторонников сегодня будет ощущать вот эту угрозу и эту репрессию, которую мы сейчас видим на кадрах, которые вы показываете в течение прошлых пару дней, которые происходили. Они будут обвинены за эти беспорядки, они будут обвинены включая с ихними сторонниками и помощниками из Запада инициация беспорядков, и они будут репрессированы. Это не первый раз, в котором мы видим такую динамику на территории Грузии и других стран в частности. Поэтому для них сегодня жизнь на территории Грузии, вот вы сейчас показываете как раз этот кадр женщины с флагом Евросоюза, который сразу символический, который сбили с водяным этим кэноном, это просто ужасно. Сегодня мы показываем то, что оппозиция не может чувствовать себя в безопасности и любой сторонник демократических идеалов и сторонник присоединения Грузии к Евросоюзу сегодня будет чувствовать, что его гражданские права и его высказы будут под угрозой. И это дополняет их возможность претендовать на защиту от принудительного возврата на территорию Грузии, так как сейчас мы видим конкретно кадры, которые показывают, что вероятно может произойти с ними, если они вернутся в Грузию или будут туда принудительно возвращены и будут высказывать и продолжать высказывать свое мнение и свою оппозицию к нынешней власти. Да, спасибо Игорь огромное. То есть получается вот те события, которые происходят сегодня в Грузии, они являются основой для тех иммигрантов, грузин, которые сейчас находятся, например, в Штатах и еще не подали документы. И вот после вот этих событий можно как раз подавать, я так понимаю, документы на предоставление политического убежища в Америке. Да, и будет ли этого достаточно, чтобы подать кейс? Опять же, это зависит от уникальных обстоятельств самого подальщика, но это однозначно предоставляет дополнительную причину, дополнительное доказательство, что, вероятно, может произойти с людьми, которые сейчас планируют подать на политубежище, которые были сторонники или участники партии национального движения и сторонники Михаила Саакашвили, потому что именно вот эти люди были частностью теми десятки тысяч, которые находились на площади и и вели эти протесты из главной площади города Тбилиси и даже до площади Ласи Украинки в городе Тбилиси. Спасибо большое. Так, ну мы тогда продолжаем. Итак, спасибо всем за лайки. Не забывайте, пожалуйста, ставить пальцы вверх этому видео. Таким образом работают алгоритмы Ютуба, чтобы еще больше людей смогли посмотреть этот выпуск. И, конечно же, вы можете написать свои вопросы в ленте комментариев к этому видео. Мы всегда стараемся ответить на ваши вопросы именно на Ютуб-канале Бюро. Мы продолжаем еще несколько новостей. Миграционная служба на этой неделе объявила об ускоренной обработке заявок на студенческие визы Ф1. Иностранные студенты теперь смогут получить разрешение на трудовую практику по ускоренной процедуре. Подать заявку на ускоренное рассмотрение разрешения на работу это форма Ай-907. Это могут сделать студенты, которые хотят пройти учебную практику в США или продлить ее в области естественных наук. Ну, вот об этом сообщается на сайте иммиграционной службы США. Вообще, вот ускорение для разрешения на работу студентов с визой Ф1 вступило в силу уже 6 марта. Это касается тех студентов, которые уже подали форму Ай-765. Заявление о разрешении на работу. Ну, а с 3 апреля в иммиграционную службу можно будет подавать запросы на работу вместе с подавать вот такие специальные эти документы. Ну, раньше этого срока одновременно подавать заявки нельзя, так что вы можете получить в этом случае отказ. Вообще, конечно же, трудно разобраться в студенческих визах, поэтому надеюсь, что Игорь сейчас поможет. Да, я уже немножко даже растерялся. Расскажите, пожалуйста, как вы умеете на пальцах о чем идет речь? Да, конечно, Денис. Форма Ай-767 это форма, которая называется Application for Premium Processing или анкета для более ускоренного рассмотрения документов. И она подается на сегодняшний момент для того, чтобы разрешение на OPT, на on-campus practical training, как мы называем, то есть работа именно касающейся специальности в корпусе была выдана для того, чтобы дать человеку возможность все-таки как-то использовать его навыки, которые он получил на территории Америки, каким-то методом его знания использовать, которые он получил, и новую информацию, которую он приобрел, но и также дать возможность студентам быть однозначно независимым финансово. То есть мы видим, что такие тенденции за последний, скажем, год, мы также хочу повторить для наших слушателей, что возможности получить разрешение на работу были выданы в некоторых гуманитарных целях, для выхода из Украины и других стран по причине военных действий и, скажем, форс-мажора в их странах. Это тоже мы видели недавно. Но очень часто анкета на разрешение на работу рассматривается очень долго. То есть она может рассматриваться иногда даже больше года. И вопрос возникает, что этим людям делать, что этим студентам, как им жить, как им работать, как им себя содержать. Для многих из них у них потеря финансовой помощи из их стран исхода по причине войны или форс-мажоров. И это практически их толкает на нарушение иммиграционного законодательства и работы без права на работу. А это является одним из причин аннулировать их студенческую визу и их поставить в процесс депортации. Это такое, знаете, как говорится, как «catch 42» — запнутый круг. студентам рассматриваются анкеты очень долго. Это их вынуждает идти работать без права на работу. Они работают без права на работу и их ловят и аннулируют их студенческие визы. Поэтому эта инициатива, которая начнет работать с апреля месяца, даст возможность людям подавать на ускоренное рассмотрение их формы Ай-765, а значит разрешение на работу, получать его чаще всего в течение 45 дней, оплата будет некая завышенная, потому что всё-таки ты просишь ускоренное осмотрение, но получив одобрение, ты сможешь сразу начать работать и получить эту карточку в течение, скажем, двух месяцев приблизительно вместо 8-9-10 и даже больше года. Спасибо, Игорь, огромное за развернутый ответ. Я хочу напомнить всем, кто нас смотрит и кто отправлял вопросы по воссоединению с семьёй, обязательно на них чуть позже ответим. И вот хотел ещё уточнить по поводу студенческих виз. А вообще вот эта виза F1 в будущем можно ли сменить статус и легализоваться в США? Ну, как говорят, остаться в США, если сменить статус. Удавалось ли вам, например, в своей практике сделать так? Ну, знаешь, студенческая виза является одна из самых популярных виз для изменения статуса на постоянное место жилинства. Виза академическая, поэтому она называется F1, она даёт возможность на территории Америки находиться, право получить выделительские права практически во всех штатах, в которых у меня с этим есть опыт. Оно заставляет вас быть регистрированным и участвовать в академической программе, то есть учиться не менее 18 часов в неделю. Оно само по себе не даёт вам права на работу, оно само по себе не даёт вам права на постоянное место жительства, то есть у этой визы нет возможности автоматически стать для вас грин-картой или дать вам ПМЖ. В большинстве студенческих виз не имеют окончательный срок, где вам нужно выехать. Чаще всего, пока вы учитесь, ваш дизигнированный академический каунслер или ваш советчик продолжает и продлевает ваш студенческий статус, и пока он продлевается в программе Service, у вас есть возможность здесь находиться и жить. Со временем, если основания на постоянное место жительства начинают существовать, будучи это через ходатайство работодателя, подачи анкеты на рабочий гарант или воссоединение семьи через брак, или если обстоятельства поменялись в вашей жизни и в вашей стране, и вы теперь претендуете и квалифицируете на политическое убежище, и вы можете подать на статус беженца, а также, если вы выиграли грин-карту по лотерее, и на момент рассмотрения вашего выигрышного номера вы находитесь в текущем студенческом статусе, вы можете поменять ваш статус на статус постоянного места жительства и получить грин-карту. То есть, это один из статусов, который позволяет в будущем приобрести для себя постоянное место жительства и со временем гражданство. Спасибо огромное. Ну что же, прямо сейчас предлагаю уже перейти к вопросам, которые нам пришли из прошлого эфира. И, конечно же, есть вопросы, которые касаются получения политического убежища в США, воссоединения с семьей и программы You4You. Поэтому постараемся сейчас на все эти вопросы ответить. Итак, Игорь, первый вопрос. Семья с ребенком перешли границу с Мексикой. Кейс основывается на том, что люди выступают против политики Путина, против войны, и мужу угрожает мобилизация. По факту преследования никакого нет, только будущее преследования. Какие шансы есть у таких семей, если вероятность, что в будущем будет массовый отказ по таким делам, либо наоборот, если уже, например, положительные результаты по таким делам, по таким кейсам? Что вы думаете об этом спрашивают? Ведь правда же сейчас таких семей из России тысячи в США? Денис, отличный вопрос. И я начну его отвечать с конца. Нет еще, нет достаточно статистики, которая показывает, как к таким кейсам будут относиться иммиграционная служба и также суды. То есть, есть, конечно, изолированные случаи, но, увы, их нельзя в общем описать и какой-то сделать универсальный, глобальный вывод, да, потому что еще недостаточно много таких кейсов было рассмотрено. Опять же, сколько адвокатов, столько и мнения, я не буду ни в коем случае гарантировать ничего, но могу сказать, что если человек подает на политическое обережье, как я и сказал в начале эфира, Элли, на основании просто того, что он, вероятно, может быть мобилици... может произойти мобилизация с ним, мобилизирован может быть на основе войны, и если нету предыдущих угроз, включая увечь или физических насилий, или вызовов в правоохранительные органы для тания показаний, или каких-то либо других событий, которые можно использовать в рамках доказательств, шансы не очень большие. Я не вижу больших шансов, потому что мы уже видим выводы, есть такой кейс, который называется Matter of AG, и наши клиенты могут почитать о нём, а этот кейс рассматривается уже и цитируется иммиграционными офицерами в процессе прохождения и проведения интервью на страх, где выходцы из Российской Федерации однозначно говорят, что они, в частности, бегут эксклюзивно от принудительной мобилизации и потенциально принудительности участвовать в этой войне. И выводы выводятся, что это не причина на политическое убежище. Это отказ от гражданского долга, который считает Америка неполитическим мнением и без чего-то дополнительного, доказующееся того, что есть политическое мнение, на основе которого этот отказ произошёл, это не будет причина на политическое убежище. И поэтому я до новых, до информации, которые пока мы не владеем и пока мы не видим новых каких-то указов от руководства США и Министерства юстиции, увы, у меня не очень оптимистичный взгляд на вероятность успешных результатов в таких кейсах. Успех происходит в моём опыте, тогда на него можно надеяться, когда вы можете подкрепить ваш кейс предыдущими событиями высказа политического мнения и если вы можете доказать, что вы пострадали и были пресечены ответственности или угрозе на основе вашего политического мнения высказанного или приписанного. В отсутствии этого, я думаю, шансы небольшие. Спасибо большое. Итак, пару вопросов, которые касаются программы United for Ukraine U4U для украинцев, о ней мы, конечно же, уже рассказывали много-много раз, но вот здесь у кого-то всё-таки возникают кое-какие вопросы. И вот здесь спрашивают, подскажите, пожалуйста, есть ли возможность спонсору сделать второе приглашение для одного и того же человека? У жены уже истекает срок для въезда и, скорее всего, даже продление на 90 дней не решит вопрос, спрашивают. Однозначно, вы можете подать по-новому. Это не означает то, что они его одобрят и также не означает то, что если всё-таки продление на 90 дней если ещё не истекло, они могут признать ваши анкеты дублированы. Они могут сказать, что у вас ещё анкета открытая и пытайтесь объехать по этой авторизации. Но вам никто не запрещает подать дополнительную анкету. Тем более, если эти 90 дней дополнительные уже истекут. мы у меня в офисе это пытались делать пару раз безуспешно. Поэтому я могу сказать, что у вас статистика у нас в офисе не очень хорошая с точки зрения одобрения второй раз. Мы просто-напросто попадаем в такую некую чёрную дыру и там застревает и пробиться там практически невозможно. И поэтому, конечно, желательно бы выехать, если эта возможность есть. Но если нет, вы можете подавать на повторный анкет. Ещё один вопрос с You4You связан. Если у меня родная сестра живёт в Америке, её муж гражданин, а у неё грин-карта, могу ли я, моя семья, сделать воссоединение и остаться в Америке после окончания программы You4You? Нет. Потому что родственником является сестра, а не её муж. Пока сестра не будет американской гражданкой, она не квалифицирует для вас подавать петицию на воссоединение семьи. И даже когда она это сделает, для того, чтобы легализоваться на территории Америки, должна подойти ваша очередь. Мы опять возвращаемся к нашему предыдущему разговору по виза-булетану. Это preference категория. Категория должна быть уже очередь должна подойти. Сегодня очередь на воссоединение семьи с братом и сестрой превышает 13-14 лет. То есть вам потенциально нужно находиться на территории Америки все это время до достижения вашей очереди в каком-то текущем статусе. И так как я не предполагаю, что United for Ukraine или любая другая пароль, давайте надеяться, что столько не будет длиться, потому что это означает, что в Украине до тех пор не будет спокойствия и мира, тогда я просто не вижу, как на территории Америки это можно будет сделать. Да, спасибо, Игорь. Вот еще один вопрос с этим связанный. Скажите, пожалуйста, я жду письмо после подачи спонсорам анкеты вот уже 25 рабочих дней. У спонсора написано на рассмотрение. Нормально ли это, такие сроки, или сейчас в 2023 году начались какие-то задержки, спрашивают у нас? Вы знаете, 25 дней этого недостаточно, чтобы я смог сделать какой-то вывод, что ваша анкета где-то затеряна, у меня клиенты ждали и 60 дней, если я не ошибаюсь, самый долгий срок ожидания был около 70 дней. Если вы видите, что вы не получаете никакого ответа, и вы можете всегда поинтересоваться, написав в иммиграционной службе в вашем личном кабинете, также можно сделать ваш спонсор, если он не получает никакие дополнительные ответы, которые его удовлетворяют в течение 90 дней, есть вероятность того, что вам может придется переподать документы. У меня есть клиенты, которые, увы, получали одобрение на втором или третьем этапе переподачи. просто-напросто попалось рассмотрение кому-то, который более проективно рассматривал эту анкету. Поэтому здесь еще человеческий фактор тоже много значит, но 25 дней я бы не характеризировал это как достаточно долго, чтобы сказать, что ваша анкета потеряна или ее не рассматривают. Спасибо большое. Вот вопрос может быть даже важный для тех, кто пытается воссоединиться с семьей. И вот здесь как раз вопрос следующий. Через сколько после подачи петиции на воссоединение семьи, предположительно, после которого скорого одобрения петиции, к примеру, в течение 24 часов после подачи прошения на ускоренное рассмотрение, так как дело о воссоединении гражданина Америки с супругой. Жена гражданина Америки может въехать на территорию Америки и там ожидать уже завершения всей этой процедуры? Абсолютно нет, виза же нет. Если виза нет, то как это можно заехать? Ну да, справа. Для того, чтобы заехать на территорию Америки, нужно иметь документ, позволяющий въехать в Соединенные Штаты и быть инспектированным и быть пущенным в Соединенные Штаты. Мы называем Эдмири. То есть запрос о ускорении дела, конечно, это помогает. И может соревновать вашу сторону. Но въехать в Америку нужно иметь визу. Или иметь пароль, или быть пущенным на территорию Америки на основании какого-то документа или какого-то запроса. То есть запрос на ускорение не решает возможность въехать в Америку. А если по другой визе, например, по туристической заехал и здесь дожидаешься уже окончания решения по воссоединению? Это происходит. Я считаю, что если человек на сегодняшний момент выезжает на основе того, что он уезжает из страны, где происходит война, например, тогда иммиграционная служба, понимая, и даже пограничная служба, видя, что наша героиня или герой нынешнего примера имеет петицию на воссоединение семьи в разработке, может просто на это закрыть глаза и пустить, потому что понимает, что дожидаться решения воссоединения семьи на территории, где происходит война, это опасно для их жизни. То есть это будет чисто инициатива и чисто по рассмотрению офицеров. То да, можно использовать туристическую визу для того, чтобы въехать и потом уже отсюда дожидаться решения постоянного наслаждительства. Это можно сделать, это можно объяснить. Да, вот это, кстати, хороший момент, я даже об этом не подумал. Ну вот смотрите, еще есть один вопрос, спрашивает у нас, имеет ли смысл подавать на воссоединение с мужем, если у нас недавно совсем был заключен брак. Расписались после того, как я получила грин-карту и практически нет доказательств о совместном проживании, общих каких-то банковских счетов и так далее. Мы оба гражданина России, наверное, скорее всего, я получила грин-карту, выиграв лотерею 22-го года. Вот такой вопрос. Ну, я подозреваю, что оба человека находятся на территории Америки. Если карта была выиграна и у мужа здесь нет документов, тогда я думаю, что, наверное, подавать на воссоединение семьи не имеет какого-то смысла, потому что не будучи гражданкой Соединенных Штатов, нелегальное прибытие вашего мужа на территории Америки не будет прощено. То есть его нарушение визового режима, иммиграционного статуса, а значит нахождение здесь после истечения его статуса, с которым он приехал, и работа, которую он вероятно здесь работал без права на работу, не будет освобождения от нарушения этого закона, если вы не являетесь американской гражданкой. То есть вы должны быть американской гражданкой для того, чтобы ему это простилось. тогда вопрос возникает, зачем подавать на рассоединение семьи, если максимум, что вы получите одобрение и доказательство, что у вас настоящий брак. То есть одобрение форма А-130, но не сможете получить грин-карту. Что я советовал своим клиентам в этом случае, это продолжать вместе жить, строить совместную жизнь, сильную американскую семью, и после того, как вы достигнете американского гражданства, уже подать на 10-летнюю грин-карту по воссоединению семьи. Но до этого времени, я думаю, это может быть не целеобразно для вас, это может быть на самом деле сделать хуже. Да, Игорь, спасибо. Конечно, очень простой вопрос, но все равно нам написали, кто с кем как может воссоединиться легально в Америке. Я понимаю, что вы уже наверное 100 тысяч раз про это рассказывали, но все равно, если можно коротко, потому что люди действительно путаются, кто с кем может воссоединиться и вот как это происходит, могли бы вы рассказать? Окей, да, очень элементарно, очень элементарно следующая вещь. В Америке могут воссоединиться прямые люди, которые являются прямыми родственниками или по прямому родству. Это являются родители американских гражданей, несовершеннолетние дети американских гражданей и супруги американских граждан. Вот эти три категории являются прямым родством. Они не обязаны ожидать очереди на выдачу виз, на них нет квоты, то есть нет ограничений, сколько таких воссоединений позволяется произвести в одном году. На все остальные категории воссоединения, которые я сейчас назову, находятся квоты, то есть ограниченное количество таких виз может быть выдано каждый год. Это означает, что воссоединиться в дальнейшем могут совершеннолетние дети американских гражданей, супруги держателей грин-карты, несовершеннолетние дети держателей грин-карты и совершеннолетние дети держателей грин-карты, которые не в браке. Также могут воссоединиться братья или сёстры американских граждан, и также могут воссоединиться совершеннолетние дети американских граждан с семьями. Заметьте разницу, что дети американских граждан, у которых есть своя семья, могут воссоединиться только с родителями, которые являются сами граждане. Если родители не граждане, тогда только может холостой совершеннолетний ребёнок посоединиться со своими родителями, которые имеют грин-карту. То есть по этой причине это всё можно просмотреть на виза Булатен. Мы с вами, Денис, выставляли ссылочку на этот документ, который публикуется каждый месяц на страничке Госдепартамента Соединённых Штатов, но самые дальние семейные отношения, которые позволяют воссоединение, это являются братья или сёстры американских граждан. То есть воссоединиться нельзя ни с тётями, ни с дядями, ни с бабушками, ни с дедушками, ни с кузинами, ни с невестками, ни с зятями. Это невозможно. Таких категорий не существует. Поэтому если у вас есть вопрос о том, или вы можете, или вы квалифицируете на то, чтобы подать петицию на воссоединение семьи с вашими родственниками, или у вас есть вопрос, или вы квалифицируете эмигрировать в Америку по родству, проконсультировать с адвокатом, если для вас не совсем понятно, или у вас есть категория нужна ли эмиграция по-другому, вы можете стать жертвами мошенничества, мы в этом тоже очень часто говорили, где с вас возьмут деньги, подадут документы, на которые вы абсолютно не квалифицируете. Не подходите, и понятно, что не нужно даже подавать такие документы, вы просто не имеете права этого делать, а люди платят деньги и почему-то верят непонятно кому. Да, действительно, такие случаи есть, их становится все больше и больше, потому что эмигрантов у нас становится все больше и больше, но вот так устроена Америка, и мы, конечно же, поэтому рассказываем о таких сложных процессах здесь, на YouTube-канале Бюро, поэтому не забывайте, пожалуйста, поставить нам лайк, чтобы таким образом еще больше людей смогли увидеть это видео. Игорь, хотел уточнить, вот вы уже сказали про сроки, то есть вот реально 12 лет это вот вы просто сегодня тоже сказали про 12 лет, это кто ждет воссоединения с кем? Самый долгий период для воссоединения является категория F4, это означает братья и сестры американских граждан. То есть если вы являетесь американским гражданином, хотите подать на свою сестру, будучи она в браке или не в браке, то есть в этой категории она может быть семейной, она может иметь мужа и детей, или может быть холосталь, а сроки ожидания превышают 12-13 лет. Я не ошибаюсь, в последний раз они рассматривали 2007 год, это показывает, что просто невероятные сроки ожидания. И для многих людей это становится, ну скажем, наверное, финальным приговором о том, что их братья и сестры не въедут, они начинают искать альтернативный метод для легализации. А на территории Америки я, честно вам скажу честно, я не помню за свою карьеру, где я встречал человека, который дождался своей очереди и продолжал поддерживать какой-то статус. То есть столько лет, практически, можно получить докторскую степень, можно в Америке получить какую-то рабочую визу, даже, думаю, с такими сроками, когда они протянут столько времени. А вообще там иммиграционная служба знает вот об этой проблеме конкретно? А почему так долго? То есть потому что много желающих? Много желающих, потому что квота. И система так построена, некая, чтобы, скажем, не давать, опять же, это против моих взглядов, естественно, но не давать возможности вот такое иметь, как называл бывший президент Трамп chain migration, не позволять эту цепочечную иммиграцию, того, чтобы не давать возможности большие семьи перетягивать на территорию Америки. В этом, естественно, я вижу много проблем, потому что я считаю, что возможность жить со своей семьёй близко и рядом, это одна из наших прав, как просто людей, да, мы хотим жить вместе, мы хотим появиться друг к другу, но это лимитируется, для многих людей это становится нереальностью, и поэтому они подают петицию, но братья или сёстров всё-таки по этим петициям не въезжают. А вот если говорить о родителях, ну, например, гражданин Америки воссоединяется со своими родителями, вот здесь какие сроки, ну, то есть с матерью или там с отцом, например. Ну, брать, значит, родители американских граждан опять же попадают в категорию прямого родства, как и супруги американских граждан, как и дети несовершеннолетние американских граждан. Для них нету очереди, и если мы говорим про консульский процесс, опять же, зависит от стран, где родители находятся, я редко вижу результатов меньше, чем за 18, от 18 до 24 месяцев, на это должны люди рассчитывать. Если это на территории Америки, я думаю, это будет большим сюрпризом для наших слушателей, что я даже знаю кейсы, которые одобрены в течение шести месяцев, без интервью. А такое тоже бывает, и в последнее время такое происходит, потому что есть приоритеты, которые поставлены, тем более, выходцы и родители являются из зоны конфликта. Там уже понятно, что им уезжать некуда. У меня есть клейка, которая подала в ноябре, и уже в конце февраля получила грин-карту. Она восстанялась со своей дочерью, которая является американской гражданкой. Но бывает и год, бывает и полтора, но намного быстрее, чем все другие категории. Не превышает двух-трех лет. Да, чтобы так примерно люди понимали, до года, надо понимать, что это может в среднем. Что же, да, еще есть вопросы, но мы вынуждены уже прощаться, но на самом деле, конечно же, вы не забывайте нам писать вопросы, мы обязательно на них ответим уже в следующем выпуске «Надо валить» на YouTube канале «Бюро». И, конечно же, как обычно, благодарим иммиграционного адвоката Игоря Волошина за такие ясные, четкие и конкретные ответы на все вопросы, которые интересуют иммигрантов в Соединенных Штатах. Спасибо вам огромное, Игорь. Игорь, большое вам спасибо, до следующей встречи. Да, увидимся. Ну что ж, а я, Денис Чередов, благодарю каждого, кто смотрит нашу рубрику «Надо валить» и напоминаю, что здесь, на YouTube-канале «Бюро» мы также рассказываем о самых важных событиях в Америке, ну а еще у меня есть телеграм-канал «Чередов Нью-Йорк», если не подписались, то подписывайтесь. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать нас, разовый донат через кнопку «Суперспасибо» вы найдете под этим видео. Также вы можете стать нашим постоянным спонсором, все подробности есть в описании. Спасибо вам за лайки, спасибо, что смотрите. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok